В минувшие выходные прошли итоговые соревнования на Кубок Федерации рубки шашкой козырла. Такие состязания уже вошли в традицию. Десногорцы вновь с гордостью принимают участников и представителей Федерации по казачьим видам спорта. Торжественное открытие соревнований, как и принято, началось с благословения. Освятится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, якона небеси на земле. Участники приехали с разных уголков России – Ставропольского края, Поволжья, Свердловской, Смоленской области и Центрального округа. Восемь лучших команд и восемь региональных сборных боролись за звание стать лучшими в своем деле. Россия с помощью своего боевого искусства стала самой большой страной в мире. Это максимальный показатель эффективности. Поэтому можно заниматься чем угодно, но мы стараемся немножко показывать именно корни тех народов, которые живут в Российской Федерации и эту Российскую Федерацию создавали. Данному виду спорта всего пять лет, но несмотря на это уровень подготовки участников растет год от года. Приобретается все больше навыков и тем самым демонстрируются лучшие результаты. В казачество вступают молодые юноши и успешно проявляют себя в боевых искусствах. Это дает внутреннее состояние, то есть оно правит внутри. То есть когда шашку ты держишь, оно немножко в другое состояние получается. Поэтому обязательно надо молодежь привлекать к этому. Во-первых, это традиционный вид искусства, то есть казачий. Во-вторых, это сейчас как более спортивное мероприятие. То есть развивается концентрация движения, внимание. То есть работает мозг уже по-другому совсем. И для молодежи это будет полезно. Цель таких мероприятий – это не только развитие традиционного военного искусства рубки шашкой. Важными составляющими также являются патриотическое воспитание граждан и формирование культурных ценностей российской молодежи. Поэт Лев Николаевич Толстой писал, казаками построена Россия. И с этим трудно не согласиться.